Мы приехали А хозяина дома не застали Поэтому пришлось идти по его следам Они привели нас На заснеженное лесное болото А на болоте Мы увидели молодого кабана Он был сначала довольно далеко от нас И увлеченно рыл пятачком снег Добывая по всей видимости Какие-то очень вкусные коренья Прибежал он, конечно, не к нам А к своему другу Леснику Игорю Это именно к нему Мы приехали в гости Так мы впервые познакомились С Фунтиком Годовалым кабанчиком Который не боится людей Но еще удивительнее то Что летит он к человеку Не дай бог отстать Заблудиться История Фунтика История Фунтика и обычная и уникальна Он был послушным поросенком И прилежно следовал сначала за мамой А потом с осени За своим кабаньим стадом Так продолжалось до февраля В такое время даже взрослым кабанам Приходится туго Молодняк же в большинстве своем Не выдерживает суровых зимних испытаний Вот и Фунтик отстал от стада После того как кабаны Были вынуждены спасаться от волков Ослабевшего поросенка в снегу Нашел лесник Игорь И буквально на руках принес домой Назвал его Фунтиком Фунтик быстро восстановил Свои силенки И теперь ни на шаг не отходит От своего спасителя Каждое утро Игорь выходит с Фунтиком на прогулку Кому из них это приятнее? Нам думается Что утренние прогулки По заснеженному лесу Все-таки приятнее Фунтику Вы спросите А как живут поросята В диком кабаньем стаде? Рождаются они весной С марта по май В это время самка Уходит из стада И в укромном месте Строит гнездо Натаскивая сухую траву Тростник Мох Ветки Иногда такое гнездо Достигает до полутора метров высоты У одной свинки Может быть от трех До двенадцати поросят Юные кабанята В отличие от взрослых животных Имеют полосатую окраску И щеголяют в таком наряде До четырехмесячного возраста Семья присоединяется К другим взрослым свиньям Только после того Как поросята Достаточно окрепнут Кабан Стадное животное Когда стадо идет по лесу В его авангарде Впереди Обычно располагаются самки Потом поросята Причем разных возрастов Потом самцы Или как их еще называют Сикачи И только самые старые самцы Предпочитают одиночество Кабаны Звери не маленькие Длина тела может достигать Двух с половиной метров А вес Ста пятидесяти килограммов Клыки сикачей Грозное оружие Которое они умеют Применять при необходимости И тем не менее В диком лесу Кабаны очень редко Доживают до своего Предельного возраста Двадцати лет Основной виновник этому Волк Но вот что удивительно На заповедных территориях Кабаны благоденствуют там Где рядом с ними Живет этот страшный Серый разбойник На отставшего поросенка Может напасть и самая ловкая Наша кошка-рысь И даже уволень-медведь Может обидеть Зазевавшегося кабанчика Да Нелегка жизнь В диком лесу Игорь не планирует Оставлять Фунтика навсегда Он надеется, что Как только растает в лесу снег Кабанчика можно будет Вернуть природе Но для этого он не должен Забывать свой дикий мир Поэтому так важны для него Эти ежедневные прогулки Путешествия Каждая Как новый урок В школе Посмотрите Сегодня Фунтик Обнаружил что-то страшное Оказалось Что это останки Взрослого кабана Ставшего добычей волчьей стаи Что думает сейчас Фунтик Вряд ли сможет угадать Даже самый знаменитый психолог Но одно понятно Ему здесь очень нехорошо Скорей-скорей От этого жуткого места Дикие свиньи Удивительные звери Они чувствуют себя Одинаково хорошо В европейских лесах Африканской саванне И в азиатских кустарниках Между прочим Среди всех своих родственников Оленей, лосей, косуль И прочих парнокопытных Свиньи Наиболее древние А великанов-зубров Они даже в помощники берут Для выживания В самое трудное зимнее время Эх, были бы такие соседи В семье Фунтика Не случилось бы с ними беды Кстати Мы все время говорим Дикие свиньи Ну, домашних-то все знают Они произошли от кабанов Ученые считают Что случилось это Около шести с половиной тысяч лет назад Однако до сих пор Домашние свиньи Не утратили полностью Своей дикой сущности И при удобном случае Наши хрюшки Приспокойно убегают в лес И нормально там живут Тесно общаясь Со своими дикими собратьями Лесник Это человек Который охраняет лес Игорь работает лесником В республиканском заказнике И по долгу службы Ему часто приходится Бывать в лесу Понятно, что Фунтика Он не может каждый раз Брать с собой И кабанчик Остается на время один Так было и на этот раз Чем же занимается Фунтик в доме Без человека Как вы думаете Он ищет выход Кажется, на этот раз Находит Ну что, прыгнет он через окно Или нет? Прыгнул? А куда же теперь? Прямиком к реке А зачем? Рыбку половить? С горок покататься? Коренев накопать? Нет Фунтик бежит по следу Одного знакомого ему лесника Сквозь сугробы и буреломы Бежит к человеку Где-то далеко на реке В нескольких километрах от дома К уставшему егерю Подбегает дикий кабан Вот вам и дикий зверь Вот вам и поросенок И что теперь делать? Брести домой, конечно Вдвоем Через поля, враги Тростник и кустарник Брести через снежные сугробы И вести за собой Четвероногого воспитанника А бывает Устает малыш Ничего не сделаешь для друга Тем более такого верного И на руки возьмешь И домой понесешь Вот такая она Настоящая дружба Настоящая дружба